Российские биатлонистки продолжают знакомиться с методикой тренировок своего нового главного тренера Вольфганга Пихлера. Сейчас наша команда находится на сборах в Руппольдинге. Из Германии передает Илья Трифонов. Интенсивность 90%. Наверху садимся в автобус и сразу едем вниз. Вот такая тренировка в заключительный день сбора. На роллерах подъем с интенсивностью 90% от максимума. Айнц-Айнц, что на профессиональном лексиконе Пихлера означает толкаться палками на каждый шаг. На вершине все в микроавтобус и сразу вниз. Затем снова айнц-Айнц. И так четыре раза. Этот холм – наивысшая точка в окрестностях Руппольдинга, если горы в счет не брать. Практически всю Баварию можно рассмотреть отсюда. Правда, не у всех есть время полюбоваться пейзажем. Наверное, 4 июня делать такую работу мы вообще первый раз. Некоторые только начинают тренироваться. Мы уже ускоряемся. И немножко, конечно, это чуждо, наверное, для нас. И непрерывные работы. Не знаю, сколько мы забирались. Там 8-10 минут, конечно, тяжело. Это, кстати, довольно известное место. Человек на лыжах с колесиками. Удивление тут ни у кого не вызывает. Немецкие и австрийские лыжники-гонщики много лет подряд проводят здесь свои тренировки. И теперь уже нам всем понятно, чем хороший Руппольдинг. Пожалуй, лучшее место, чтобы пахать до седьмого пота. В буквальном смысле. Мы не пропустили ни одной тренировки на этом сборе. Меня очень порадовала дисциплина в команде. Несмотря на то, что сначала девочки были в шоке от большого объема работы. Но сегодняшний анализ крови показал, что никто не перетренирован. Ближайшие 4 дня спортсменки будут отдыхать. Полностью. Ну а затем, как и анонсировалось ранее, тренироваться до следующего сбора удаленно. Ведя активную интернет-переписку с тренером. Илья Трифнов, Иван Попов, Вести Спорт, Руппольдинг, Германия.